Жил-был человек, а потом, как водится, умер. После этого оглядел себя и очень удивился. Тело лежало на кровати, а у него осталась только душа. Горенькая, насквозь прозрачная, так что сразу было видно, что к чему. Человек расстроился. Без тела стало как-то неприятно и неуютно. Все мысли, которые он думал, плавали в его душе, будто разноцветной рыбки. Все его воспоминания лежали на дне души. Бери и рассматривай. Были среди этих воспоминаний красивые и хорошие, такие, что приятно взять в руки. Но были и такие, что человеку самому становилось страшно и противно. Он попытался вытрясти из души некрасивые воспоминания, но это никак не получалось. Тогда он постарался положить наверх те, что посимпатичнее, и пошел назначенной ему дорогой. Бог мимолетно посмотрел на человека и ничего не сказал. Человек решил, что Бог в торопях не заметил других воспоминаний. Он обрадовался и отправился в рай, поскольку Бог не закрыл перед ним дверь. Прошло какое-то время, трудно даже сказать какое, потому что там, куда попал человек, время шло совсем иначе, чем на земле. И человек вернулся назад, к Богу. «Почему ты вернулся?» Спросил Бог. «Ведь я не закрывал перед тобой врата рая». «Господь», — сказал человек, — «мне плохо в твоем раю. Я боюсь сделать шаг. Слишком мало хорошего в моей душе, и оно не может прикрыть дурное. Я боюсь, что всем видно, насколько я плох». «Чего же ты хочешь?» Спросил Бог. Поскольку Он был Творцом Времени, имел Его в достатке, чтобы ответить каждому. «Ты всемогущий милосерден», — сказал человек. «Ты видел мою душу насквозь, но не остановил меня, когда я пытался скрыть свои грехи. Сжалься же надо мной. Убери из моей души все плохое, что там есть». «Я ждал совсем другой просьбы», — ответил Бог. «Но я сделаю так, как просишь ты». И Бог взял из души человека все то, чего тот стыдился. Он вынул память о предательствах и изменах, трусости и подлости, лжи и кривите, алчности и ленности. Но, забыв о ненависти, человек забыл и о любви. Забыв о своих падениях, забыл о взлетах. Душа стояла перед Богом и была пуста. Более пуста, чем в миг, когда человек появился на свет. Но Бог был милосерден и вложил в душу обратно все, что ее наполняло. И тогда человек снова спросил, «Что же мне делать, Господь? Если добро и зло были так слиты во мне, то куда же мне идти? Неужели в ад?» «Возвращайся в рай», ответил Творец, «ибо я не создал ничего, кроме рая. Ад ты носишь с собой сам». И человек вернулся в рай, но прошло время и снова предстал перед Богом. «Творец», — сказал человек, «мне плохо в твоем раю. Ты всемогущий милосерден. Сжалься же надо мной, прости мои грехи, «Я ждал совсем другой просьбы», ответил Бог. «Но я сделаю так, как просишь ты». И Бог простил человеку все, что тот совершил. И человек ушел в рай. Но прошло время, и он снова вернулся к Богу. «Чего же ты хочешь теперь?» спросил Бог. «Творец», — сказал человек, «мне плохо в твоем раю. Ты всемогущий милосерден. Ты простил меня, но я сам не могу себя простить. Помоги мне». «Я ждал этой просьбы», — ответил Бог. «Но это тот камень, который я не смогу поднять». Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok